Существует много народных примет на начало недели, которые помогут избежать неприятностей. Понедельник ознаменуется удачей, если следовать народной мудрости и не игнорировать предупреждающие знаки. Казалось бы, приметы и суеверия уже давно пережито к прошлому, однако в них кроется большой смысл. Заложенные в них советы можно с успехом применять на практике, чтобы добиться счастья в жизни. Народная мудрость поможет заручиться удачей и начать неделю правильно, а это уже половина успеха. Итак, что же нельзя делать в понедельник? Понедельником управляет непредсказуемая луна, которая всегда оказывает на людей слегка затормаживающее влияние. Именно поэтому начало недели отлично подходит для размышлений, для саморазвития и постановки планов. А вот приступать к активным действиям лучше не надо. В этот день на нас влияют эмоции, проступает наружу темная сторона личности. Многие люди воспринимают понедельник как самый тяжелый день, и если верить приметам, то это вполне оправдано. Каждый хоть раз давал себе обещание начать новую жизнь с понедельника, но великие планы так и остались мечтами. А все потому, что любое начинание, предпринятое на старте рабочей недели, заведомо обречено на провал. В такой энергетически сложный день опасно начинать новые проекты, строительство дома, подписывать важные договора, пытаться наладить отношения и приступать к реализации идей. Бытует такое мнение, что наши предки даже боялись начинать войну в понедельник, так как считали, что это закончится поражением. Понедельник не предназначен для активных действий. Это время размышлений, анализа и постановки целей. Поэтому новые начинания не принесут никаких результатов. С осторожностью относитесь к чужим советам. Это время расцвета энергетических вампиров, завистников и недоброжелателей. Желательно отражать внешний негатив, а не впускать его в свой разум. В прошлом никто и никогда не давал денег в долг в понедельник, так как знали, что в таком случае на возвращение одолженной суммы можно не рассчитывать. Нельзя допускать, чтобы кошелек оставался пустым в начале новой недели. Это спровоцирует либо безденежье, либо неприятности, требующие больших расходов. Не носите черную одежду в понедельник. Во всяком случае постарайтесь, чтобы в вашем образе было минимальное количество черного. В понедельник этот цвет усиливает раздражение, провоцирует стресс и упадок сил. Дурной приметой является пересчитывание денег в понедельник. Это обязательно приведет к их потере. Не стоит затевать в понедельник перемирие с человеком, с которым вы поссорились. Как гласит поверье, так можно только усугубить ситуацию и расстаться врагами. Что же можно делать в понедельник? Понедельник – тяжелый и вялый день. Однако хороших примет для начала недели придумано немало. С ними вы сможете с легкостью настроиться на удачу и отличное настроение. Чтобы сделать всю неделю прибыльной и успешной, возьмите что-то в долг. Можно одолжить и продукты, и вещи. Например, соль и спички притянут прибыль и успех в делах. Пролетевшая близко бабочка или птица – это счастливый знак. Кто-то по вам скучает и желает встречи. Новое знакомство в начале недели обещает принести много приятных впечатлений и расширить кругозор. Наши предки считали, что именно в понедельник можно встретиться со своей родственной душой. Постановка планов – самое лучшее занятие для понедельника. Неспешный и рассудительный настрой отлично подходит для того, чтобы разработать план достижения цели и принять верное решение. Пригласите гостей в понедельник, и тогда вместе с ними ваш дом посетят счастье, удача и процветание. Понедельник – мистический день, когда просыпается не только темная сторона личности, но и наша интуиция. Это отличное время для анализа снов, предчувствий и тайных знаков, которые посылает подсознание. Не забывайте, что начало недели находится под влиянием таинственной луны. Так что не бросайте словно ветер, выполняйте свои обещания и помогайте тем, кто вас об этом попросит. Увеличить позитивную энергию понедельника можно при помощи молитв Богородицы и заботе о близких. По древним поверьям, понедельник несет особенную умиротворяющую энергетику, поэтому планировать свои дела на этот день лучше всего с учетом народных примет. Прислушайтесь к народной мудрости, это поможет изменить вашу жизнь к лучшему и избежать ошибок, ведущих к неприятностям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok